Пить так пить, сказал котенок, когда везли его топить. И только у людей бывает выбор, из чего пить виски. У котенков в этой ситуации выбор невелик, да. А у нас всегда есть выбор, из какого стакана пить виски. И специально для канала AlkaFund мы сегодня решили снять ролик, из чего пить виски. Привет, Володя, привет. Привет, привет. Всем здравствуйте, с вами Марс Клуб, канал дегустации алкогольных напитков со всего мира. И этот ролик мы снимаем специально для канала AlkaFund. Много-много фора в интернете о том, из чего пить виски, как пить виски, чем закусывать. Но мы сегодня решили подойти к вопросу, из чего пить виски, со стороны, несколько неожиданной, со стороны производителей. С самих производителей. Мы пошли с Володей по нескольким магазинам, набрали вот этих кучу коробок вместе со стаканами. И сейчас откроем каждый из них и посмотрим, что они нам предлагают. Сами производители этих волшебных напитков. Итак, открывай Black Label. Беру, Black Label. Black Label, твой выбор. Отличная и красивая коробочка. Вот такая. Стандартная квадратная бутылочка. Все ее знаете. Black Label, король виски. Это виски продается больше всего в мире. Самый продаваемый. Посмотри, какой стакан. Квадратный. Ну, я так предполагаю, по форме бутылки. Квадратный. Ну, довольно легкий. Ну, у меня, я скажу честно, стоит в баре квадратные стаканы. Да, пить с них вообще неудобно. Пить из квадратных стаканов, ну, крайне неудобно. Ну, во всяком случае, компания Black Label говорит следующее. Ребята... Пить из квадратных стаканов. Да. И с ними ведь не поспоришь. Синглтон. Аккуратней. Да, да, да. Теперь вот такой Синглтон. Малт. Скотч виски. О! Знаешь, какой-то крупный стакан. Здесь, да, такой стакан, который... Крупный. Коваряшка. Коваряшка, да. Он никогда не упадет. И Синглтон говорит, ребята, пейте, ну что ты, Володя, застрял. Застрял. Вот такие стаканы рекомендует этот производитель. Совсем противоположные. Да, если здесь квадратные, то здесь круглые. Убираем сюда. Пожалуйста, сюда. Чили. Бим. Ну, это знаменитый, самый продаваемый американский бурпон. Открывай бурпончик. Коробочка из-под бурпона. Как красиво оформлено. Доставай. Квадратная форма джимби. Вы все ее знаете, кто же ее не пробовал. Самый не дорогой, самый прекрасный бургон. Ну да, самый ходовой. Как у нас водка, так у них джимби продается. О, какие стаканы красивые. Кстати, мне кажется, самые дорогие и самые солидные стаканы из того, что мы сегодня доставали. Посмотрите, толстое дно, прогрессированное. Тяжелые такие, да? Да, да, да. Ляма. Хочется с него выпить, да? Такой тяжелый. Скорее надейте в меня, говорит. Бим-бим. Открываем дальше нашу коллекцию. Как это, как это произносится? Это ирландские виски. Открываем. Перешу виски. Оператор снимает внимательно сложный процесс. Так, красиво упаковано. Что нам скажет ирландец? Стаканы полуквадратные, полукруглые. Эти люди говорят, вот из каких стаканов надо пить. Они чем-то похожи на стакан из-под бурбона, но ни в коем случае не круглые. Поехали дальше. Варс. Ооо. Ооо. Тут один стакан. Дюарс. Денадцатилетний. Бленд. Ну, он такой же двенадцатилетний, как и Блэк. А это вот такая ствигулинка специально. Сюда наливается виски, сюда наливается вода. То есть сначала наливаешь виски, потом сюда воду, и так разбавляешь. Вот такая штучка. И вот такой красивый, похожий на хрустальный стакан. Но похож на фитальный, но кажется, он легкий. Это все-таки не хрусталь. Ну, он красивый. 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 Аппетитный. Аппетитный. Да. Ну, один. Я не знаю. Плохо, да. Один стакан это всегда плохо. Ну, и... Женька. Да. Мы оставили его на закуску. Опачки. Ооо. Красиво. И снова. И снова. И снова, друзья. Что же нам рекомендуют они? Абсолютно круглые стаканы. Ну, да. Слегка промбредированное оленем. Да. Ол-фюжн называется стаканы. В принципе, во всех американских фильмах именно из таких стаканов пьют вискарик. Двойной виски. Или как? Ту-виски. Они говорят. Да, да. Ну, это... В принципе, по размерам это все наша русская. Наша. Берем любой из этих стаканов хорошо держится в руке. Да? Смотри. Хотя квадратный... Нет, ты знаешь. Слушай, давай вот зальем вот этого замечательного... Мы берем нейтральные виски. Да. Нет, заметьте. Стаканы надо от каждого производителя, чтобы они не подрались. Мы берем нейтральные виски. Скажем так, не этих производителей. Совершенно другую. Ну, у меня есть, значит, такая бутылочка вот этого неплохого из каля. Мы его туда 50-70 неплохого. Да. И мы попробуем... Из каждого стакана? Нет, из каждого нам слишком много будет. Давай попробуем квадратный. Ну, давай квадратный. Какой-то тут самый квадратный. Самый квадратный из квадратного. Давай второй. Или что, или мы садом будем? Садом, конечно. Ну, ты хочешь два? А мы будем иметь? Только. Ну, давай. Без альдара. Ну, конечно. Ну, в этот стакан наливать смысла нет. Он точно такой же. Нет, давай мы и вот эти хочу попробуем. Давай, давай, давай. Кажется, вот эти. А, знаешь что? Я бы все-таки еще попробовал вот эти треугольные. Все-таки вот эти. Мне очень стаканы припинулись. С точки зрения... Эстетики. Эстетики. И я вот попробую, как я их. Все-таки они вот по ощущениям, да? Они тяжелые. Они такие... Солидные. Солидные. Как-то, не знаю. Как-то из всего этого мне как бы... Хотя, сам Бурбон, да, один самый дешевый. Веский, скажем так. Да, да. Да, Бурбон, один самый дешевый. Я всегда рассказывал. Ну, да. Красиво. Не, ну я, насколько помню, в магазине, я скажу больше, что в Duty Free, ну сейчас это порядка 15, по-моему, 15-20 долларов, если не изменит память. Когда-то он был еще дешевле. А я был в Андорре. А вы знаете, что Андорра это Duty Free Европа, да? Да, да. И я помню, мы зашли с друзьями, джентльям, чтобы не соврать, стоил порядка трех евро, по-моему. Литровая бутылка. Три евро. Ну, до туда еще доехать надо. Ну, у меня товарищ там попросил политическое убежище. Мы его взяли оттуда вытащить. Ну, ладно, сейчас мы не об этом. Мы не будем зацепить внимания. Итак, мы налили квадратные, круглые и вот эти. Совсем круглые. Совсем круглые. Да, ну, как бы, мне кажется, хотя они, видишь, они более такие, как бы, может быть, они будут лучше ловлять аромат и... Аромат и ванили сладковатый колбас. Да, да. Так, итак, мы первый квадратный налили, да? Да. Нюхаем. Давай сравним сразу. Ну, вот понимаешь, я разницы не ловлю, как бы я ни нюхал. Потому что вот мы сейчас разлили в таком объеме, уже запахи уже здесь поднялись, понимаешь? И заострять внимание на в каком стакане вкуснее пахнет, я не могу сказать. Единственное, что могу сказать, какой из них удобнее держать в руке. Вот все дело в том, что вот, какой вывод я хотел сделать, распаковывая и покупая вот специальные эти коробки, что по большому счету производителю виски все равно, из какого стакана мы будем пить виски. Совершенно правильно. Из квадратного или из круглого, со льдом или с кока-колой. Я думал, что производитель Лето виски, например, не ставил задачи, из какого стакана наливать. Мы налилить разный стакан, я думаю, что мы абсолютно сейчас получим одно и то же. Правильно, Дяб? Да. Я был с Лёте «Крепкий мир» в Москве в этом году весной, да, и вместе с Иркиным, все его знаете, мы дегустировали вот именно из этого стакана, в этом стакане побывало столько виски и столько лет, если все... Ты стащил этот стакан. А, взял их в суюнии, да? Да, взял. Если суммируть все годы того виски и бренди, которое побывало здесь, это будет лет пяти тысячелетия. Как раз время полета на планету Баска. Может быть. Этот стакан мне дорог, и я предпочитаю иногда пить без него. И еще вот такой... Вот, я знаю, стаканчик. Вот, стаканчик. Я узнаю. Да, из этого стакана мы дегустировали на слете винокуров. Третий слет на повчину на зиме, да. И тоже он очень удобный для дегустации, понимаете? Я считаю побольше. А я тебе скажу больше того, что я вообще виски люблю пить вообще без вьюмок. Как воду, как хорошую воду. Да, по большому счету, понимаешь? Не настолько мы с тобой специалисты, чтобы понять, что вот это виски делали из ячменя растущего на северо-западном склоне Ирландии, омываемой северными морями. Мы с тобой, ну, никогда не поймем, вернее, вот мы простые обыватели, никогда не поймем той ароматики. Мы же и не поймаем. И я считаю, что это просто дешевые панды. Это маркетинговые ходы. Ну, знаешь, как вот память для девочек-то и память для мальчиков, да, заморачиваться, покупайте больше. То же самое и производители посуды. Они рекомендуют вот из этих стаканов, они вкладывают сумасшедшие деньги в маркетингах, они нанимают в специальных семьях. А смотри, Санис, дружище, смотри. На самом деле, размер стакана и его форма практически не влияет на вкусовые качества. Правильно понимаю, что ты хочешь сказать? Ты как-то так ушел в паперсы. Подводя режиме, давай. Подводя режиме, можно сказать, что, ребята, хорошие виски можно пить из любой посуды. Конечно, из пластикового стаканчика он будет настолько вкусен, как из стакана, тем более такого красивого, солидного. Все-таки эстетика, она присутствует. Это не уважение к самому напитку, да? Да, да, может быть. То есть, как бы, да, хотя бы и бывало, да? Хотя и бывало, да. Но, как бы, в целом, подходить и сказать, создать рекомендацию, что, ребята, из квадратного стакана виски вкуснее, чем из круглого. Или из тюльпана, или из такого стакана. Все это ерунда. Главное, чтобы напиток ваш был хорош, вкусен, и чтобы компания была добрая, хорошая, и стол был накрыт. Более, да, качественные напитки. И особый привет всем зрителям канала Алкофан. Не забудьте подписываться, ставьте лайки, ну и канал Марс Клуб. Не забывайте заходить к нам на страничку. Всем пока-пока. Ну, мы-то не будем выливать, нам придется это выпить. Ваше здоровье.